МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет МРИЛ на 2017 год депутаты Госсобрания Республики планируют принять в середине декабря. Сейчас самый активный период подготовки основного финансового документа Республики. В частности, важные законопроекты были приняты на сессии Госсобрания, прошедшей сегодня. Пока интересы МРИЛ в Госдуме России представляют сразу три депутата от нашего региона, депутаты Государственного собрания согласовывают кадровые перестановки в правительстве Республики. Вместо Светланы Солнцевой на должность первого заместителя председателя правительства МРИЛ, курирующего Миноборнауки и Комитет по туризму, официально назначен Михаил Васетин. Он же остался региональным министром культуры, печати по делам национальности. На должность заместителя председателя правительства МРИЛ утверждена Надежда Климина, оставшись также на посту министра социального развития Республики. Я хочу поблагодарить в первую очередь главу Республики МРИЛ за оказанное доверие депутатов госсобрания, которые сегодня поддержали меня на сессии. Я приложу все усилия для того, чтобы то поручение и та обязанность, на которые сейчас меня возложено, она была исполнена. В подтверждение этому сразу два вопроса на сессии посвящены как раз в социальной сфере. Один из важных законопроектов касается расширения прав некоммерческих организаций. В закон Республики МРИЛ внесены изменения, поэтому некоммерческие организации могут оказывать социальные услуги населению. Это, например, социально обслуживание дому или содержать какой-то дом-интернат. Если они будут оказывать такие услуги и такие организации найдутся в Республике, то будет выделено субсидия из республиканского бюджета на госзаказ. Все остальное они будут как бы брать на себя. Нам это, в принципе, выгодно республике для того, чтобы улучшить, может быть, качество обслуживания населения. Ну и в исполнении поручения президента Российской Федерации осуществить доступ некоммерческих организаций к предусалению социальных услуг. Второй законопроект напрямую коснется людей с ограниченными возможностями здоровья. По данным Минсоцразвития, в МРИЛ проживают более 70 тысяч инвалидов. На установку пандусов и специальных лифтов на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в бюджете республики предусмотрят около 190 миллионов рублей. До 2030 года будут оборудованы почти 140 объектов. Кроме этого, МРИЛ планирует вновь войти в федеральную программу «Доступная среда», чтобы продолжить решать социальные задачи уже на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. Поддержали также депутаты изменения в сфере образования. Вносятся изменения в части. Предоставление дополнительной гарантии по социальной поддержке лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в республиканских профессиональных образовательных организациях, на бесплатный проезд в городском пригородном транспорте, в сельской местности, на внутрирайонном транспорте, кроме такси, а также на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. На обеспечение при выпуске комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в размере 500 рублей. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот дополняются правом на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по очной форме обучения за счет республиканского бюджета республики Мурьел. Внесены также изменения в области налоговых отношений. С целью оптимизации налогообложений и реализации поручений премьер-министра страны Дмитрия Медведева на региональном уровне отменяются пониженные ставки налога на имущество организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ставки возвращаются к прежней величине в размере чуть более 2% от налоговой базы. Закон должен вступить в силу с 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин